Так, народ, всем привет, всем привы, хорошего настроения, кому-то может быть вообще доброе утро, приятного аппетита, если кто-то сейчас точит и смотрит на мои видосы. Ребят, сегодня речь пойдет про, как оказалось, крутучий танк восьмого уровня, это гусь. Гукс экспериментальный, я его получил в ивенте, ивент был не слишком задротским, но достаточно потным, потому что там просто, в принципе, нужно было много боев проводить в игре, я не помню. Вы поправьте меня, пожалуйста, там то ли нужно было количество определенных побед в день делать, то ли, в принципе, просто нужно было принимать участие в боях, и необходимо было количество самих боев, то есть, неважно, победных или проигрышных. Но то, что он был таким достаточно задротским, это точно, потому что нужно было жить практически в игре. И, смотрите, я на него поставил камуфляж вот такой звездный, ну, некоторым он не нравится, да и мне, в принципе, самому он не особо, но зато он бесплатный. У меня на него был сертификат, то есть, бесплатный, в каком плане он у вас не пополняется после каждого боя, там, на 2000 серебра. Поставили и забыли. К сожалению, на гуся нету у нас легендарного камуфляжа, но, может быть, это все в разработке. Смотрите, давайте вкратце пробежимся по плюсам и минусам этого танка. У него отличное бронирование лба башни и лба корпуса. Все, на этом плюсы, по крайней мере, в бронировании его заканчиваются. Смотрите, этот танк сугубо войны на, так скажем, лоб в лоб, то есть, прямо к противнику стоите лбом, не доворачивая, не мантяя, но только башенку можно из стороны в сторону крутить. Ни в коем случае не доворачивать корпус, потому что даже вот под таким углом противник будет пробивать вас в кустницу с уроном. Да, к этому нужно привыкнуть и к этому нужно быть просто готовым. Он фугатится в борта корпуса и в корму корпуса. С башней, по-моему, все гораздо лучше. Она у него достаточно защищена даже сзади, если я не ошибаюсь. По модулям танк горит, горит через двигатель, если ему прокинуть хорошенькую такую плюшку в заднюю его часть. Но зато, ребят, для этого танка не существует брони. Первое почему? Потому что у него, как вы видите, пробитие 246, если я не ошибаюсь, 248. Это топовое пробитие среди тяжелых танков на уровне, в принципе. И это пробитие еще приумножается тем, что танк невероятно высокий. То есть, для него приведенная броня, неприведенная броня, нет никакой абсолютно роли. Вот давайте сравним, например, с его одноклассником объекта N-252. Просто, смотрите, просто, то есть гусь подъезжает, он в два раза выше его. Гусь подъезжает просто к объекту и просто насовывает ему куда ему угодно. Ребят, в этом и прикол. И я начинаю потихоньку осознавать, что для меня все-таки комфорт стрельбы, комфорт пробития, оно является собой первостепенную роль. Потому что, ну, броня, это, знаете, очень условный параметр в этой игре. Потому что есть голда, есть зоны бронепробития. И, ну, как бы она не особо решает. И зачастую вы просто не можете управлять, так скажем. Не можете контролировать, когда вас пробьют, когда вас нет. То есть, тут такой момент, знаете, не очень удачный. А гусь, это просто, а не танк. Вот реально, вот я задал себе вопрос. С чем я испытываю проблемы, когда играю на восьмом уровне? Я ответил себе, гусь. То есть, для меня, я в основном катал до этого на заветских танках. И для меня гусь, это огромная проблема. Потому что маневренности не хватает для того, чтобы обойти его с кормы, там, либо с борта. Ну, можно притираться, конечно, да. Но это все не совсем роляет в бою. Вы знаете, рандом, он такой непредсказуемый. И гусь, я нашел для себя этот танк. Он мне невероятно нравится. Я катаю на нем без оборудки. Пока что я на него фармлю. То есть, мне на этом танке нравится играть. То есть, я на этом танке не опасаюсь чего-то. Я на нем хочу выходить в бой. Альфа у него 400. С прошедшим перком вылетает, по-моему, 525. Но стандартный показатель совкового орудия. Но, ребят, оно лучше сводится. И оно определенно имеет более лучшую финальную точность. Определенно точно, я вам говорю. Так, ну что. Сейчас я хочу вам показать несколько своих боев. Для того, чтобы подготовить вас к тому, что же ждет у вас вас на этом танке. Первый бой, смотрите. Эль Аламейн. Очень мне нравится эта карта. В принципе, нравится тем, что средние танки не слишком могут повлиять на исход бой. Если, например, сольют какой-то из флангов. Ну, я имею ввиду, какой-то из сторон. То есть, либо наши союзники, либо противники. И очень отличная война в городе. То есть, с тяжелыми танками. Но здесь, смотрите, я реально не понимаю, куда ехать. Я здесь понимаю, что там и спят. И он уже продвигается в город. Ну, то есть, как бы. Либо мы его кидаем там, да. То есть, просто едь, чувак, один в город. И пускай тебя расстреливают. Но тут я понимаю, что поддерживают его ВЗ и Пантера. То есть, нужно жестко рашить. Там у нас лев, которого мы пробиваем без всяческих проблем. Да мы всех пробиваем без всяческих проблем. Единственное, нам Скорпион и Борщик могут такой хорошенький фугасик засандалить в борт. Но мы же, если они находятся у противоположного респауна, они будут стрелять нам в лоб корпуса. Поэтому пока что опасаться особо не стоит. Здесь просто нужно продавливать. Я прошу СТ-шек, чтобы они возвращались с поля. Правильно они и делают. Потому что там всего одна СТ-шка у нас. А в противоположной команде, обратите внимание, две СТ-шки и одна ЛТ. Вот это будет проблема. Смотрите, здесь мы потихонечку занимаем позиции в городе. Наши танки особо в бой не лезут. Здесь просто нужно какое-то время дефицит. То есть, не нужно выезжать вперед. Потому что там можно получить сразу со всех сторон. И вот я здесь разворачиваюсь вовремя. И сейчас через какое-то время предупреждаю свою команду, что нас обходят уже с двух сторон. И еду на облегченку и Пантеру. Вот, смотрите, назад я прошу. Потому что здесь, видимо, ребята увидели, что в городе никого нету. И решили объехать. Но здесь нужно вовремя обратить внимание, что нас объезжают со стороны Респа. Потому что Ягдтигр, например, остается беззащитным полностью. Он не сможет ничего сделать трем вражеским танкам. Поэтому я здесь решаю ему помочь. И откидываюсь по КПСТ-шкам. Великолепное орудие. То есть, если бы я сейчас играл на каком-нибудь совке, у меня бы 100% попало бы в угол здания. Там, в песок, в землю. Куда угодно. В кусинцу. Так, ну и вот, смотрите, сведения вполне хватает. Вот здесь... Ну, это я. То есть, я виноват. Если бы я стрельнул на секунду позже. На секунду раньше, точнее. Было бы пробитие. Так, ну, Пантека показывает мастерство его танкования от борта. Здесь, я думаю, фугас не фугас. Но оно вовремя разворачивается. Доворачивает так, что фугас не проходит на полную. И, тем временем, 1158 настрельно. Пока не танкую никого. Ну, от Гуся я слишком это и не рассчитываю. Потому что, все-таки, этот танк, знаете, такой... Ну, сугубо танкование ЛБО. То есть, никаких таких шальных непробитий вы получать не будете. Танкование гусеницами тоже не про вас. Но, когда вы захотите, вы танканете. Потому что лоб у него забронирован шикарно. И здесь я ухожу за здание. Потому что понимаю, что на меня уже влетает П-34 Пантеля. И тут моя самая главная, блин, ошибка в бою. Ребят, входите всегда в снайперский режим. Чего бы, блин, вам этого не стоило? Ну, я хочу, знаете, так, на изи хочу так, бам, пробить, красиво забрать. Типа, я такой не парюсь. Ну, не получается. Так, и здесь я решаю, что буду прострелить по Скорпиону. Не переключаюсь на осколочный фугасный. Хотя, возможно, я забрал часть дамага самостоятельно у себя. За счет того, что я не переключился на осколочный фугасный. Так, тем временем урон с нашей помощью 1200. То есть, я подсвечил все СТ-шки. Я подсветил. И с моей помощью были забраны все танки. Ну, точнее, не все танки, а три танка противников. По крайней мере, по нему очень здорово отстреливать. И тем самым я, ну, благодаря мне, я посчитаю, все-таки каточка затащена. Потому что, если бы я не развернулся, я так полагаю, что никто бы даже не обратил внимания, что у нас в тылу три танка. Если три танка бы забрали без проблем нашего Ягдтигра, все, каточка была бы слета. Потому что после того, как они бы забрали Тигра, пришел бы черед вашего покорного слуги. Так, посмотрим дальше, что у нас после этого боя. Хочу вам продемонстрировать. Такой, знаете, тоже. Ну, вот, 262 настрельно, 62 тысячи у нас фарма. Но отличный показатель все-таки для танка восьмого уровня. Как по мне, с тем учетом, что всего лишь 930 у нас опыта. То есть, не самый рекордный показатель. Но, тем не менее. Так, давайте, ребята, посмотрим, обратим внимание к вашему следующему реплею. Тоже такой, знаете, сочненький боек. Мне он понравился. И здесь я вам покажу игру против танков девятого уровня. Смотрите, у нас в противоположной команде АМХ 50, Су-20 и Вафли. Вафли невероятно опасный танк для нас. Потому что, заряжая голду, она нас пробивает, в принципе, и в лоб, если я не ошибаюсь. Но там не прям так, что, знаете, полностью он серый. Нет, там все-таки, наверное, придется выцеливать какие-то уязвимости. Но, тем не менее. То есть, любой доворот влево-вправо. И она нас прошибает. Если не фугасом, то точно бронебойным. Так, ну, здесь едем на стандартную позицию. Как вы знаете, на ТТ направление. Здесь я разворачиваю башню для того, чтобы минимизировать шанс пробития меня в борт. И здесь, хапа, и прокидывают по СТ первому. Чериотер не пробивает СТ первого. Я тут кидаю, знаете, такую просто... Ну, это просто выстрел удачи, так называемая. Здесь я прошу ребят, чтобы они немножко двигались поактивнее. Потому что нам нужно держать оборону. И АМХ 50-120 показывается. И получает на 400 взамен своим 385. Но здесь я понимаю, что выпираться не стоит. Потому что он нас, в принципе, пробивает. У него нормальное пробитие. У него, в принципе, достаточно терпимая точность. И тем более он уже в шотном состоянии. На него пока что не будем обращать внимания. Вот из А5 нужно потихонечку либо добирать, либо... Да, добираем на 228, и СТ-1 стреляет в труп. Обычно на месте СТ-1 стреляю я. То есть добираю танк, и я через 3 секунды стреляю в него. Ну, это классика жанра. У вас, наверное, у всех такое бывает. Так, ну и смотрите. Тем временем два пробития. И на кону перк. Смотрите, перк уже подоспел. И я заряжаю фугас. Сейчас интересно, интересно, будет ли прошедший перк по вафельке. Вот о чем я вам говорил в предыдущем бою. И смотрите, заряжаю фугас. И да, 644. Кстати, говорю, 644. Я вас обманул. То есть не 625, а 644 у Гуся. Вот это реально круто. То есть у Савков 625, по-моему, с прошедшим перком. Вот у Гуся, видите, как все интересно. Так, ну смотрите. Аккуратненько нужно здесь. Ай-яй-яй, подпер СТ-1. Но я реально не хотел этого делать. Потому что я не видел. Я стоял в снайперской прицеле. И выцеливал вафлю, как охотник. Смотрите. Выстрел. Есть попадание. В черриотер. Вообще, как это возможно? Ребят. Ну, я понимаю, что если бы это был хотя бы, там, знаете, тяжелый танк. Я понимаю, если бы это был какой-то чей-то совок. Но черриотер. У него даже фальшбортов нет. Ну, куда там можно было попасть? То есть, такая жесткая подкрутка иной раз встречается. И вафли не успевает. И я его набираю. С тем временем становится счет 5-3. Такое, знаете, более уверенное лидерство. И тем временем у нас стреляно всего-то ничего. 2000 урона. Так. Ну, и остается у нас Т-34-3 и ИСУ-152. Зверобой. Тоже опасный танк достаточно. Но мы понимаем, что он сейчас будет падать вниз. И надо, наверное, его забирать. Либо откатываться каким-то образом, чтобы он нас не прострелил. Здесь я понимаю, что нужно помогать срочному борщу. И будет ли шот? Да, да. 314. Смотрите. Каждый выстрел. Абсолютно каждый выстрел у нас проходит. То есть, мы попадаем. Мы сводимся. И как и надо, пробиваем противников раз за разом. И минус ИСУ-152. Тем самым я настреливаю 3000 урона, прошу прощения. И делаю 4 фрага. То есть, если бы я хотя бы настрелял, наверное, бы еще 1000. Был бы 100% мастер. Ну и как видите, 74 тысячи фарма. То есть, достаточно успешный фармер этот танк. По проценту я вас не сориентирую, потому что, к сожалению, я не знаю. И давайте пробежимся быстренько по командам. Что у нас по скиллу. Борщик 47% настрелял 3000 урона. Молодец. Реальный респект. Так, 42% ИС-8 не сделал в этом бою ничего. Хотя находился в топе списка. И вот, ребят, вот реально, знаете, ну, ситуация плачевная. Потому что, когда находятся вот такие игроки в топе списка. То есть, здесь, ну, рассчитывать на то, что бой будет затащен, если это не сделаете вы, очень-очень под большим сомнением. Потому что, ну, вряд ли вот игрок с таким процентом побед, с таким, тем более, средним уроном по аккаунту 580, он сможет как-то вам помочь. И ИСу Зверобой в конце был какой-то шальной выстрел. Видели, да? То есть, я полагаю, что это было либо случайное нажатие, либо просто это выстрел какой-то, знаете, может быть, у него пингануло что-то. Ну, вот 67% побед у парня, но сыграл как бы в конце не очень. Так что, вот так, ребят, танкчик мне определенно зашел. Он, ну, реально играется хорошо. Самое главное понимать, что вы танкуете только сугубо лбом. Против совков этот танк просто великолепно танковывает. То есть, против них не испытывают никаких проблем. Да и, честно говоря, и на тигры, да и на льве выцеливать достаточно сложно этот танк. Но надо признать, что броня у него есть. Борта, да, борта фугас, корма фугас. Но вот на самом деле, насчет фугаса от тяжелых танков, тут вот надо подсмотреть. Потому что, ну, например, Объект 252У, возможно, его и фугасит. А вот тигр или лев, ну, здесь под сомнением. Я просто, честно говоря, не помню. Смотрите, оборудок у меня пока что не стоит совершенной. Я приношу вам свои извинения. Но я знаю, мне просто хотелось настолько этот танк, я хотел показать его вам, что я даже не успел нафармить на оборудку, к сожалению. Но вот в ближайшее время займусь этим. Все, ребяточки, спасибо, мои танкисты, дорогие, за просмотр. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Ставьте лайк этому видео. И, ребят, спасибо, что приходите. Спасибо, что рассказываете про канал всем своим друзьям, знакомым. В любом случае, я это все ценю. Мне это очень важно. Канал только-только развивается. Ему важна поддержка ребят, реально, которые останутся со мной до конца. Ребят, над вебкой ссылка на мою почту. Пожалуйста, когда отправляете туда свои крутые реплеи, вкратце в теме письма указывайте, в чем суть этого боя. То есть, чем конкретно вы гордитесь в этом сражении, чтобы я поскорее обратил внимание, чтобы в ближайшее время прокомментировал и опубликовал. Все, ребят, всем спасибо, всем хорошего дня. Не горите. Все, всем пока-пока.